Привет, друзья! С вами репетитор по биологии Мария Семочкина. И в этом году, как вы помните, я сдавала химию. Это был 15-недельный челлендж, выучить химию с нуля и до какого-нибудь балла, после которого в конце этого челленджа я шла на досрочный ЕГЭ по химии и, так сказать, проверяла то, чему я научилась. Сегодня пришли результаты. Сегодня 5 апреля, официальная дата публикации результатов была 9 апреля. Они прошли с опережением графика. И вот, перед вами портал единого госэкзамена, подраздел его чек ЕГЭ, где можно узнать свои результаты. Я писала досрочный ЕГЭ по химии 25 марта, набрала 62 вторичных балла. 36 первичных, 62 вторичных. Примерно столько я и ожидала, поэтому не удивлена ни капли. Те, кто следил за тем, как я готовилась к ЕГЭ, прекрасно знают, что напрягалась я не сильно. Мне просто ужасно не понравилась химия. И поэтому преуспеть в ней мне тоже не удалось. Итак, пройдемся немножко по моим ответам. Мне было очень приятно увидеть, что в первой части я набрала 31 балл из 40 возможных. То есть, я где-то потеряла 9 баллов. И мне было вообще просто вдвойне приятно увидеть, что полностью потеряла я баллы только в трех заданиях. То есть, по нулям у меня в первой части только 3 задания. И еще 6 я потеряла где-то по единичке из двух возможных. Ну, то есть, не совсем я безнадежно была все-таки по первой части. И эти 15 недель не прошли для меня абсолютно даром. Теоретических знаний у меня не так, чтобы уж много, ну и не абсолютно на нуле. Проблема моей подготовки была в отсутствии практики. Я вообще не практиковалась. Я открыла, ну, я уже рассказывала об этом сразу после того, как я пришла с экзамена. Но я открыла сборник вариантов за 2 дня до экзамена и прорешала оттуда только 2 варианта. То есть, я в принципе не знала даже, что мне может попасться. Когда в самом начале челленджа я еще была полна энтузиазма, мы решали какие-то задания из банка «Решу ЕГЭ». Но потом мой интерес угасал, 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 и я перестала практиковаться. То есть, я просто занималась теорией. И вот поэтому я завалила вторую часть практически полностью. Но мне приятно было на самом деле узнать, что первая часть для меня прошла не так плохо, как я думала, что она будет. А вот теперь по второй части. Во второй части я говорила вам, что я написала всего 2 задания из 6. 2 задания из 6. Это линия 31, где нужно написать ионные уравнения. И линия 32, где нужно составить цепочку реакций по описанию текстовому. И вот тут я прям удивилась, когда сейчас посмотрела результаты. Я набрала по вот этой цепочке, по описанию 4 из 4. Это было для меня удивительно. Но я, к сожалению, по вот этому уравнению набрала всего 1 из 2. Сейчас мы с вами посмотрим бланк. И вы укажете мне на ошибку мою. По второй части. Моя вторая часть, сразу говорю, выглядит очень скудно. Вот все, что мне удалось написать. Линия 32, за которую я получила 4 из 4. Вопрос был про превращение сульфата железа в конечный там с выпадением осадка какого-то в конце. Я понятия не имею, какого цвета, какие гидроксиды железа, оксиды железа. Там было написано, что, например, в результате первой реакции выпал осадок там бурого цвета или еще что-нибудь. Вот в таком духе. Потом растворился осадок. Я наугад писала. То есть я предполагала, что может быть, как эта реакция может пройти. Мой затык был в третьей реакции, потому что, ну здравствуйте, окислительно-восстановительная реакция. Мне было понятно, что последняя реакция должна закончиться железом со степенью окисления плюс 2. Но проблема в том, что началось у нас железо со степенью окисления плюс 3. Ненавижу железо и все окислительно-восстановительные реакции. И я рада, если вам кажется абсолютно простой, это логическая цепочка. Потому что у меня было несколько вариантов, и все они упирались в то, что я не знала, как провести третье уравнение. Но в конце концов я написала его во многом наугад, но угадала. И вот от успеха вот этого третьего уравнения зависело то, как я напишу второе, ну и, соответственно, четвертое. Я рада, что я угадала, но я не рада, что я угадала. По 31 заданию нужно было составить ионное уравнение, выбрав вещества из списка в начале. В чем была проблема моя? Во-первых, я очень долго искала то, что может образовать осадок. Потому что кроме как осадок, для меня вариантов не существовало. Я знаю, что ионные уравнения, они также работают, когда там образуется вода или когда образуются газы. И там были такие варианты, наверное, где можно было бы образовать, провести ионную реакцию с образованием какого-нибудь газа. Там было соединение, по-моему, нитрата аммония. И уж наверняка им-то можно было с чем-нибудь провзаимодействовать с образованием каких-нибудь газов. Но так как я понятия не имею, как это сделать, я выбрала серную кислоту и силикат калия. И провела реакцию между ними. Я набрала здесь один из двух. И я правда надеюсь, что это не из-за вот этой вот тупой описки, когда я вместо H2SO3 написала H2SO4. Но возможно и так. Поэтому будьте внимательны при заполнении бланка чистового. У меня это прописалось чисто на автомате, потому что серную кислоту всегда пишешь намного чаще, чем кремниевую. Так что не теряйте баллы так глупо. Но если здесь есть более значимая ошибка, то есть если я правильно, правда, неправильно расписала ионное уравнение, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Потому что мне интересно, да, в чем здесь ошибка. Если это ошибка, глубже, чем вот эта описка. Потому что если это снятый балл из-за вот этой неправильно написанной кислоты, то, конечно, тут все понятно. Ну что ж, вот такие результаты я получила по итогам своей 15-недельной подготовки. Что хочется сказать. Выучить химию за 15 недель можно. Но для этого нужно готовиться не так, как это делала я. Как это делала я? В субботу вечером. В воскресенье был вебинар, когда я должна была рассказать все, что я выучила за неделю. В субботу вечером я садилась и начинала читать те 50 страниц, которые по плану были на эту неделю. Не всю неделю я готовилась. Я садилась за это в субботу. Потому что мне, конечно же, как и большинство выпускников, мне было лень, у меня была куча других дел. Мне было неинтересно. Это все требует мозгов. Нужно думать. И я садилась в субботу вечером. И ну и что? Что мы получили? В субботу вечером я села. В воскресенье с утра я... То есть в субботу вечером я все прочитала. Я молодец. В воскресенье с утра я написала по этому конспект. То есть как бы прочитала второй раз. И потом, проводя вебинар, я фактически читала это в третий раз. Потому что я рассказывала с опорой на конспект, конечно же, все, что я там прочитала у Егорова. Но у меня совсем не было практики. Абсолютно не было практики. И вот это меня и подвело. Потому что в отсутствии практики я не смогла решить ни одно из непосредственно ЕГЭшных заданий. То есть тех, которых не было у Егорова вообще, этого типа заданий. Вот я их совсем не смогла решить во второй части. Поэтому обращайте огромное внимание на практику. Теория это хорошо, но теории недостаточно. И не готовьтесь так, как я. Не занимайтесь много один раз в неделю. Занимайтесь по чуть-чуть, но регулярно. Это способствует лучшему откладыванию знаний в голове. Я сама у себя бы не сдала. Если бы я занималась репетиторством сама у себя, я бы себя выгнала. Как очень нерадивая ученица. И занималась так без особого энтузиазма. Я знаю прекрасно секреты того, как учиться хорошо и как получить высокий балл. Но я училась так, как учится большинство. И я намеренно во многом не старалась. К сожалению. Я получила тот балл, который получают большинство выпускников по химии, наверное. Среднестатистический такой балл в районе 60. Вот если готовятся так, как это делаю я, то вот вы столько и получите. Но готовьтесь лучше. Больше практикуйтесь. Пишите химические уравнения. Особое внимание обратите на уравнение окислительно-восстановительных реакций. На взаимодействие, на формулы, ну, уравнения, которые строятся с сильными окислительными. Какие продукты образуются при взаимодействии с проманганатом калия в кислой среде, в щелочной среде. Какие продукты образуются при взаимодействии разных химических элементов с азотной кислотой концентрированной разбавленной, с серной кислотой концентрированной разбавленной. Кто реагирует, а кто не реагирует. ЕГЭ проверяет именно эти знания. Читайте базу «Решу ЕГЭ». Это поможет вам подготовиться. Изучайте ее, пользуйтесь ей. Решайте задания из сборников. Они максимально адекватно отражают то, что происходит на экзамене. Когда я только пришла с экзаменов и записывала видео о том, как я была на экзамене, каково мне там было, я сразу сказала, что задания не показались мне из ряда вон выходящими, я просто не знала на них ответа. Поэтому обращайте внимание на то, как вы готовитесь, и обращайте внимание на то, охватываете ли вы все, что могут вас спросить. То есть сверяйте свои знания со сборниками, обязательно. Только так вы узнаете, что вы не знаете, что вам нужно узнать. То есть не учитесь, как я, я училась вслепую. И еще один совет. Обязательно возьмите с собой шоколадку на экзамен. Химия требует мыслительных затрат. Ну, по крайней мере, у меня требовало. Возможно, потому что у меня не было практики, и поэтому я не могла решать на автомате. В биологии я очень много могу решать на автомате уже. А в химии мне нужно было прям шевелить извилинами изо всех сил. Я чувствовала, как они трутся и закипают. Поэтому у меня энергия кончилась быстро. И к концу второго часа я уже почувствовала, что я хочу есть. Я уже устала, я уже надоела. И нужна энергия. Берите с собой еду. Вот химия, наверное, математика, это те предметы, в которых нужно периодически подзаряжать мозг, потому что он очень интенсивно работает. Он работает не так, как в биологии. В биологии нужно формулировать мысли словами, там немножко по-другому все строится. Так что вот, это все, что я хотела вам рассказать о том, как прошел мой... Как выглядят мои результаты по химии. Старайтесь лучше, чем я. Не делайте моих ошибок. У вас есть еще время на то, чтобы подтянуть свои знания. Вместе с тем, как показали все-таки мои результаты, то, что мы изучали, оно работает. Просто требует лучшего закрепления. Поэтому, если ты не смотрел вебинары со мной, заходи на канал, в плейлист химия, там вебинары с 1 по 15, смотри их вместе со мной, смотри, как я готовилась, и закрепляй просто... Самое главное, закрепляй каждый вебинар на практике, и тогда у тебя не будет таких проблем, как они были у меня, какие были у меня. Все, всем спасибо за внимание, удачной вам всем подготовки. Пока-пока.